денис приветствую тебя привет всем неделю назад обещали с тобой что после заседания американского регулятора так совпало что как раз встречи по четвергам мы обсудим это значимое для всех рынков события говорили про волатильность и точно было друзья вы наверняка все сами все заметили каким бы инструментом вы не торговали всем досталось в общем вчера и движения были существенно выше среди но это еще раз доказывать что целом движение на рынке которые мы видим в моменте это движение которое уже выходит как бы из плоскости нормальных поведенческих реакций на тот фундаментальный фон который есть знаешь вот если говорить о крупными мазками вообще про то что происходит на рынках про движение я даже не припомню когда последний раз рынок был настолько предсказуемым мы с тобой на протяжении многих месяцев подряд говорили про то что индекс доллара это пуля которая точно полетит вверх мощный восходящий тренд и так далее мы говорили про слабость рисковых инструментов про евро который точно пробьет свои локальные минимумы уйдет на многолетние минимумы про фондовый рынок тоже который исключительно вниз смотрелся и объясняли все это абсолютно логичной позиции того что американский регулятор который проводит к нежесткую манитарную политику он не может создать условия на рынке ликвидности достаточно для того чтобы трейдеры стали покупать риск да и сейчас еще если немного особо не вдаваться в дебри геополитики мы все прекрасно понимаем что события которые происходят в мире это то что не явно не будет способствовать росту рисковых активов но это нужно понимать друзья есть категория защитных инструментов есть категория рисковых активов когда настолько все непредсказуемо как сейчас но о каком росте капитализация фондовых рынков можно говорить как можно говорить пример об отсутствии потенциала роста доллара когда это извечный традиционный защитный инструмент особенно тогда когда долго сейчас существенно опережает золото обычно они конкурируют между собой там а может быть имеет смысл перераспределять капитала когда золото обновляется многолетние минимумы и причем все прекрасно понимают те кто копать поглубже видят ситуацию на долговом рынке сша и не могут даже найти вот этот уровень где это дно у золотого актива в этой связи тоже нужно понимать что у доллара против будет дополнительная поддержка давай демонстрация экрана тогда у меня первый актив который как раз доллара который сейчас котирует отметки 111 53 напомню это максимум за несколько десятков лет и очень похожая ситуация некоторое время назад была на рынке криптовалют когда все чтобы ты не все что ты не купил такой балькой не взял он вырастет обязательно можно на этом заработать я тоже самое сейчас вижу на рынке форекс на рынке традиционных финансовых активов где какой бы риск вы бы не продали друзья вы заработаете если вы купите индекс доллара вы заработаете и уж не знаю насколько как долго рынок может быть еще щедро на такие предсказуемые тренды и как долго он будет нам еще позволять использовать эти вот эти локальные возможности брать профи которые на поверхности я даже не знаю денис какие максимумы будут следующие по индексу доллара но очевидно что индекс доллара сохранит восходящую динамику напомню что бывали времена давно много лет назад десятки лет назад когда индекс доллара котировался существенно выше то есть если говорить о том что при определенном развитии событий он попытается добраться до этих уровней но наверное это все равно это совсем далекая перспектива я думаю что можно руководствоваться а целями по сравнению вот мне нравится ориентиры сети bank of america америка и морган стенды но если усреднить их ожидания то их цель уже 115 пунктов а причем не до конца скажем года перспективе ближайших двух месяцев при том росте которым мы видели накануне я думаю что вполне реально инструмент который мы никогда не проходим стороной с тобой европейская валюта пара евро доллар коррелирующая с эндексом тотальное снижение продолжается 0 9824 в принципе все уровни пробита уже и камнем лететь вниз точно евро потому что то что было озвучено доллар это первое второе третье тире десятой причины почему евро будет отступать и энергетические кризисы которым мы тоже неоднократно уже говорили о мере приближения реальных холодов я думаю что проблема газа станет станет острее и это дальше будет способствовать просто индексы потребительских цен снижением потребительской активности просто здесь нужно смириться что самые наверное плохие страшные показатели по макроэкономической статистике для евро еще впереди и как бы продавцы или медведи не хотели или точнее знаешь как я немножко изменю как бы покупатели сейчас не хотели бы найти дно уже поэтому дает нас против и считаю что дальше уже некуда я думаю что дальше есть куда и хочу напомнить про когда-то бы нереальный прогноз банка они сделали его месяца три назад если мне не изменяет память до евро и они спрогнозировали что конец этого года будет завершён на отметке 08 вот можно конечно же делать выводы о том насколько сильно европейская валюта просядет в перспективе ближайше думаю что 08 应ельчим слишком круто конечно но а пару фигур то есть те пару будет end of itself kull и чтобы сделать можно золото которое я долгое время рассматриваю как актив который будет снижаться потому что за золото снижается когда растет доллара и получает доходности американских облигаций они сейчас американский леса находится на многолетних максимумах десятилетки это не по моему за 11 лет, а двухлетние облигации максимум за лет уже 15-16. Но в то же время, Денис, я думаю, что вот так вот просто, может быть, золото дальше и не будут выпускать, опять же, исходя из геополитики. Ну, рано или поздно должны все-таки о нем вспомнить, как о том инструменте, который должен пользоваться интересным спросом со стороны институционалов в условиях геополитического фонда, как развивается сейчас. Поэтому те, кто открывал ранее короткие позиции, я бы все-таки сейчас рекомендовал из этих позиций выходить. Может быть, даже лучше и не рисковать, не залазить там против такого мощного тренда, нисходящего, как идет сейчас. Как бы основной сценарий, с моей точки зрения сейчас, и моя рекомендация, просто остаться в их стороне. Ну, а те, кто готов рискнуть и кому импонирует сделка, что золото в любой момент может выстрелить очень сильно, то можно попытать удачу открыть бланговые сделки где-то с уровня 1650. Ну и что касается американского фондового рынка, опять же, на своих брифингах я постоянно обозначаю все более и низкие, и низкие уровни, они регулярно как цели достигаются, эти лоу обновляются, и рынок летит дальше. Сейчас котировки 3786 пунктов. И поскольку ФРС вчера дал понять, что следом за текущим, вчерашним повышением процентной ставки будут аналогичные решения в ноябре и в декабре, причем нейтральная процентная ставка может быть поднята выше 4% уже к месяцу этого года, я думаю, что именно кризис ликвидности, сокращающаяся ликвидности, будет негативно сказываться на всей фонде и, в частности, на S&P. Поэтому здесь я бы уже смотрел на совсем долгосрок на цели 3600-3500. Почему бы и нет? Слава тебе, Денис. Так, хорошо, сейчас как раз будет что сказать. Так, хорошо. Артем, включи, возможно, демонстрируйся на экран. Секундочку, точно. Готово. Так, отлично. Все, меня уже видно. Итак, касательно евро. Ну, во-первых, я вообще не разделяю взглядов касательно 0,8 уровня, о котором, скажем, банковские фундаменталисты говорили. Дело в том, что я тоже читал эту статью, видел ее, и я не очень понимаю, на основе, если честно, чего такие составлены прогнозы. Потому что, если брать аналогию с историей, смотрел историю ставок по Федрезерву еще начиная с 70-х годов. У меня такая схема целая есть. И то, как себя вела инфляция при резких скачках, когда ставку повышали чуть ли не на 5% на каждом заседании, то вверх, то вниз. И потом уже в дальнейшем, то есть сейчас как бы это уже век таких низких процентных ставок. И не было вообще прецедента, да и до сих пор на самом деле нет, чтобы евро, вот даже за последние десятилетия, стоило в районе 0,8. Максимум, вот я вижу, например, самые дальние границы, которые вообще вливаются, которые вообще могут быть, они находятся вот в районе 0,94 там с копейками. И то, это под очень-очень большим вопросом, сможет ли цена туда добить. Да, там есть и блочные заливки, но это все с экспирации до 4 ноября. То есть, по сути, полтора месяца. Я, честно, сомневаюсь, что настолько прям все плохо, что за полтора месяца цена туда дойдет, очень сомневаюсь. А вот близлежащая зона, вот это гораздо интереснее. Дело в том, что здесь достаточно, ну, такую гармоничную формацию сделали, и вот в районе где-то 97,50 я бы рассматривал здесь вот такой вот отскок вверх. Я не говорю там о каком-то серьезном развороте и так далее, но как минимум это на коррекцию. Потому что мы видим, как цена движется вот последние месяцы, вот начиная где-то с июля месяца. То есть, да, у нас нисходящее движение в приоритете, это все понятно, но все равно с промежуточными зигзагами, откатами, это все движение происходит, как ни крути. Вот, поэтому здесь, я думаю, внизу вот хорошее сочетание маржинальной зоны, хорошее сочетание опционных вливаний. И рядышком находится вот по месяцу это начало зоны убытков маркетмейкера, вот именно прям неограниченный убыток маркетмейкера по опционам, начинается от уровня 96,85. Вот, так что я думаю, что если цена и упадет, то, скорее всего, до этой зоны и вряд ли уже ее далеко вниз туда пустят. Потому что я ждал подвоха на самом деле на этом заседании. И, ну, скажем так, частично его получил, частично. В принципе, отработка достаточно классическая появилась, но по некоторым инструментам, вот евро, одну из них, я все-таки видел, что очень близко находится зона и, скорее всего, от нее мы можем дать реакцию на коррекцию. Поэтому я думаю, что именно от этой зоны, почему реакция именно сюда, к этой зоне, не потому что здесь очень хорошее сочетание объемов, причем это сразу и из текущего декабрьского, и из прошлого сентябрьского контрактов. Здесь и проторговка есть, и объемы. В общем, абсолютно все, что нужно, здесь присутствует. Поэтому вот такой вот зигзаг, он небольшой, там, скажем, на 200 пунктов примерно, я думаю, можно будет взять, но это при условии, если цена сюда добьет. Для этого, опять-таки, условия, в принципе, уже созданы. Касательно золота. Золото очень опасно, на самом деле, сейчас инструмент. Я вчера рассчитывал вот от этой зоны прокатиться на продажу, но не добили. Отскочили от более слабой зоны, честно, там практически ничего в ней не было. То есть зонка реально очень слабая. Как правило, цена таких вообще практически никогда не отскакивает. Но вчера коррекции, откаты совсем были тоже такие вот мизерные, мелкие. По поводу покупки с текущих, ну, я не знаю, я бы, честно, пока не стал бы этого делать, потому что меня очень стремает, честно, вот эта вся ситуация. 1650, а раньше это был очень актуальный уровень с позиции опциона, потому что здесь были очень крупные классные проторговки сделаны. Но это были проторговки еще в сентябрьском контракте, который уже проэкспирировался. И сейчас вот у нас следующая экспирация будет через неделю, как раз 27 сентября. И здесь уже гораздо ниже залиты. Вот, так что пока что нам отскакивать на самом деле нечего. Сейчас цена находится в такой очень невыгодном диапазоне. И здесь какие варианты есть? Если будет изменение тренда, для этого нужно сформировать новое накопление, которое по своей силе, а мы его сможем с вами вот таким образом отследить. Сейчас покажу. Вот так это будет выглядеть. То есть по своей силе у нас проторговка должна быть внизу больше, чем была вот в этом сегменте. Почему? Потому что те, кто накапливали здесь продажи, которые в итоге реализованы, то в дальнейшем здесь у нас получается уже сброс позиций, а после этого уже накопление новых. И то чаще всего все равно дают еще выброс вниз сложный, то есть для дополнительного захвата ликвидности, для срабатывания лимитных ордеров, а потом уже после этого происходит разворотка. То есть первая ступенька остановки обязательно вот здесь, потому что объемы здесь на данный момент при падении находится как раз именно ключевой профильный объем вот в этом сегменте. Поэтому еще поднакопить надо. Пока еще силенки маловаты, это все еще у нас рейтинговый объем. Так, и касательно S&P 500, я думаю, что сейчас вот каналов вполне логичен, ну как минимум какой-то коррекционный отскок, пускай в таком виде даже будет. То есть я не говорю о каком-то серьезном развороте, что-то наподобие, как это было у нас сделано еще в прошлый раз. Это получается позапрошлой недели, да, он как был сделан. Поэтому здесь нечто аналогичное, даже может примерно вот где-то в эту область, то есть как зона вращения. Здесь очень хороший такой диапазон есть. Вот он. Это зонка вращения, поэтому я думаю, что к ней цена все-таки сможет откатить, там не так уж и много. А потом, да, действительно, скорее всего, добой вниз. Но добой вниз куда? Я потому что здесь уравней у нас несколько. Близлежащий, это локальный, я бы его назвал, более сильный находится в районе 3600. Также нижняя граница следующего опционного контракта, ну, он достаточно дальний, потому что опционы здесь по индексным фичам торгуются каждые 3 месяца, то есть они квартальные, и экспирироваться будет 17 марта. Поэтому здесь границы дальние. А границы ближайшего контракта у нас экспирируются, так же, как и фьюч, с 16, в общем, в середине декабря. Так что я вижу, что заливки у нас внизу достаточно неплохие проходят. Можем глянуть по точечным. Сейчас они еще пока отобразятся. В общем, да, заливки у нас есть, но более сильные находятся даже и того, ниже, в районе 3400. Но там я сомневаюсь, что цена добьет. Правда, очень сильно сомневаюсь. При такой-то стоимости сейчас вот доллара не верю. Поэтому максимум, я думаю, где-то вот район 3600. Это, я считаю, будет прям потолок-потолок. Ниже, честно, не вижу. Так что вот такое мое мнение по индексу S&P 500. А пока что локально от границ канала вполне возможно здесь как раз коррекционный небольшой отскок вверх. Где-то 3900, 3900, там, ну, может даже 3940 дотянут. В общем, где-то вот в эту область. А потом уже, да, тут я с тобой согласен. Спасибо, Денис, за точку зрения, за технический анализ и, в принципе, за обзор тех инструментов, которые мы с тобой рассмотрели. Остается ждать, следить за тем, как поведет себя рынок. Да, есть, конечно же, предпосылки для коррекции. Ну, потому что неделя уже завершается. Обычно после ралли ближе к концу недели фиксируется уже так называемый эффект пятницы. Каких-то значимых фундаментальных событий уже не будет. Но, собственно, уже со следующей недели можно будет начать готовиться уже к будущему отчету по Non-Farm Perils, следующему релизу по инфляции. Ну, и, по сути, замкнутый круг, когда все эти отчеты проложат дорогу уже к следующему заседанию американского регулятора. Короче, ФРС остается в тонусе, задает тренды. Мы держим руку на пульсе. И, как и всегда, с Денисом продолжим подсказывать вам, друзья, как лучше ориентироваться по фундаменту техники тех инструментов, которые сейчас, наверное, самым популярным являются. Денис, классного тебе закрытия недели. Еще более результативного, успешного, хороших выходных. И тогда до следующей встречи. Спасибо тебе тоже, отличный выходных. И напоминаю подписчикам, чтобы контролировали свои риски. Обязательно, точно. Особенно при такой высокой волатильности. А то есть любители там закатлетить, это всегда плохо заканчивается. Все, друзья, всем хорошего в завершении недели. Пока-пока. Пока.